Программа автостоп медленно, тяжело, но все-таки идет на взлет. Снова. И для взлета мы подготовили вам вот такую машинку. Почему она красного цвета? А потому что, что лучше всего, кроме черного, смотрится на белом, пушистом, вновь выпавшем снегу? Конечно, красный. И эта импресска покажет вам, что она умеет. Ну, что эта машина умеет, это чуть позже. Подождите буквально 5 минут, мы тут немножко сейчас съездим на Легаси. А что внутри этого красного, незаряженного, но весьма спортивного автомобиля? Стандартный двухлитровый, очень надежный, субаровский двигатель, который проверен временем. 4 подушки безопасности, полный электропакет, ксеноновые фары. И вот эта влага на капоте под форсунок, омывателя. А вообще, если вы не поняли, речь в этом сюжете пойдет о преимуществах полноприводных автомобилей перед всеми остальными. Могли бы и сами догадаться, мы же в Токио Моторс, в стойбище Субару. Кстати, тема, похоже, возникла в умах авторов передачи как раз вовремя. Зимы ждала-ждала природа, снег выпал, в нашем случае, только в феврале. В роли Ивана Сусанина Максим Смирнов. И еще неизвестно, что бы было, если бы поляки приехали захватывать Россию на Субару. Потому что, и это невысокие слова, там, где пехота не проползет, и бронепоезд не промчится, там наша Легаси пройдет, и ничего с ней не случится. Пехотенцу Алексею Челекину, только что мывшему сапоги в Индийском океане, и буквально попавшему из огня до полымя, жутко не хотелось лезть в холодные сугробы Южного Урала. Но ради того, чтобы запечатлеть это зрелище, чем не пожертвуешь? А если серьезно, от полноприводной легковой машины, от Легаси в том числе, ожидаешь впечатляющего рывка с места, четких реакций на автобане, для которого она, кстати, и создана. Выдающейся управляемости на гололеде и вообще в зимних условиях, ну, никак не уазовской, ну, почти, проходимости и не Нивовского упорства. Секрет раскроем чуть позже. Эксперимент повторять нежелательно, но если вдруг на Субару по объективным причинам вы оказались в глубоком снегу, хотя это вряд ли. Ну, если вдруг, сразу за трактором бежать не обязательно. Ну, а теперь, чтобы окончательно убедить вас в преимуществах этого полного привода, гвоздь сегодняшней программы. 25 лет назад был создан достаточно уникальный видеоклип про полноприводный вариант автомобилей марки Ауди. И вот 25 лет прошло, актуатор не изменилась, но появились на рынке замечательные, очень качественные автомобили под Субару. А вот это горка. Мы здесь не будем использовать никакую лебедку. Сегодня, 2 февраля, только что выпал снег. Ладно, приоткроем завесу секретности. Когда у вашего автомобиля близкая к идеальной развесовке по осям и постоянно грибут ни одно, ни два, а хотя бы три колеса из четырех, благодаря блоку в заднем дифференциале и очень низкий центр тяжести, респект оппозитному движку, вы, во-первых, на Субару, а во-вторых, можете позволить себе многое. Очень многое. Длина этого участка, конечно, не трамплин для прыжков, но метров 50 есть. И плюс, ну, он здесь процентов 20. Так что вот так. А что же красная импреза? А вот что. Что получается, когда не из гражданского автомобиля делают боевой раллиный, а наоборот. И взлет в такие горки, и такие спуски. Для красной Субару дела вполне привычные. А еще эта машина может так заезжать, потому что у нее, пожалуй, лучший в классе, самый низкий центр тяжести за счет оппозитного двигателя. Да, он здесь двухлитровый, но 160 лошадимых сил от оппозитника. Это что-то. И вот стандартную комплектацию, даже без обмывателей пар и без ксенона, ходят, допустим, литые диски. Что очень приятно, в принципе. Надо заметить, что такие машины, они созданы по большей части для езды по хорошим, настоящим, европейским, американским или японским дорогам. Но, кроме всего прочего, они еще могут и вот так, как мы только что вам показали. Счастье потеплело. А если бы мы после наших сегодняшних зверских пахкатушек закрыли бы окна, то мне бы вам было нечего сказать. А в итоге, собственно говоря, вы все видели. Сможет ли ваша машина, даже полноприводная она такая, я сомневаюсь. А вот что Subaru Legacy трехлитровая, что Subaru Empreza трехлитровая, без лишнего фанатизма, как говорится, позволяет себе это. Почему? Потому что машина спроектирована под полный привод. Что бы мне хотелось сказать уже конкретно вот этому вначале. я бы, конечно, хотел приобрести Legacy 3 литра, но вот денег нет. А это гораздо более бюджетный вариант, который стартует от 27 тысяч долларов. Но вот эта комплектация с синономом, ну, в общем, полная комплектация. Знаете, еще очень приятно. Вот так вот после жаркого климата Индии буквально через 4 дня промерзнуть и прокатиться по парту, по которому еще не ступала нога человека. И все это мы могли сделать вместе с Tokyo Motors официальным представителем Subaru. За что им, от вас и от нас огромное спасибо! Спасибо!